Самая доступная в России Lada — это Гранта за 678 тысяч рублей. А вот в Узбекистане стартовали продажи нового седана Chevrolet Onyx местного производства, который обойдётся даже дешевле, в 600 тысяч. И нет ничего удивительного, что сразу после старта приёма заявок на дилеров обрушился шквал предзаказов. За первые пять часов было подписано почти 14 тысяч договоров. Притом половина людей захотели приобрести два и более автомобиля. Впрочем, если дилер выяснит, что машину заказали для последующей перепродажи, срок поставки клиента увеличивается на дополнительные 120 дней. Но это, видимо, не особенно пугает узбекистанских перекупщиков. Сам Chevrolet Onyx — это одноклассник Skoda Rapid и Kia Rio. В его базовую комплектацию включены фронтальные подушки безопасности, а также антиблокировочная и противозаносная системы. Но такие автомобили появятся позже. А сейчас роль стартовой играет версия за 153 миллиона сумм, или 835 тысяч рублей. Она дополнительно предлагает сигнализацию, кондиционер, регулируемую рулевую колонку и электрорегулировку боковых зеркал. Большинству комплектаций полагается 90-сильный атмосферник объёмом 1,2 литра и механическая пятиступенчатая коробка. И лишь топовое исполнение получит связку из турбомотора и автомата. Серийное производство новинки стартует на заводе УЗАУТО МОТОРС лишь через три месяца. Это будет процесс полного цикла со сваркой кузовов и сборкой двигателей. Вот только россияне этот автомобиль скорее всего не увидят, ведь Дженерал Моторс наложил строжайший запрет на отгрузки машин нашим дилерам. Его нарушение грозит остановкой конвейера. Компактный «Шевроле Трекер» в Узбекистане выпускается с июля, но отверточная сборка этих машин из китайских комплектов ещё раньше была налажена на казахском заводе «Сарыарка Автопром». У них однолитровая турботройка, шестиступенчатый автомат и передний привод. Такие автомобили завезены частными лицами в Россию и выставляются в том числе в шоурумах дилеров марки «Шевроле». В Казахстане трекер стоит до 11 миллионов тенге или полтора миллиона рублей в пересчёте. Российские же продавцы просят от 1 600 000 до 2 200 000 рублей. В отличие от Узбекистана, где выпускаются более дешёвые машины с атмосферниками 1.2 в комплектации LS, казахские турботрекеры в версии LT, которая включает обивку сидений эко-кожей, климат-контроль, люк, камеру заднего вида, систему стабилизации, бесключевой доступ и мультимедиа с 8-дюймовым экраном.